всем привет продолжаем фоллаут играть 1 1 фоллаут так загружаюсь вот кстати вот так вот делать не надо как сделал я потому что я здесь сохранился и обратной дороги нет если нет другой сохранял ки так но здесь нам надо убить гарла гарл это лидер ханов банды ханов осуществлявших налеты на шейди сенс в 2161 году ханам удалось захватить в плен танди дочь старейшины поселения ну и короче нам эту дочь надо освободить освободить то есть пройти этот квест можно там по моему пятью или шестью способами самый простой ну как самый простой это перебить всех вот дальше там можно уговорить если красноречия прокачана там вызвать на рукопашный бой в что я и сделал заплатить выкуп там сломать двери ну там разные способы есть вот но я выбрал этот бой дуэль и теперь надо как-то он как-то его вы вытянуть ну вот прям по промазывал я два раза так о чем сегодня можно порассуждать но можно себя порассуждать о том как изучать программирование как вообще к этому подходить и но это все лично мое мнение мои мысли это мои только мысли не понял загрузить вот соответственно они могут отличаться от ваших мыслей и это нормально ведь сколько людей столько и мнений и у каждого есть какие-то свои подходы свои решения к тем или иным проблемам и вопросам сейчас же опять такой прекрасный шанса но в первую очередь но это хороший вариант когда вы можете определиться и выбрать тему которая вам нравится не хотя подождите смотрите я же могу в принципе вот эту загрузить хотя не попробуем еще несколько раз так вот идеальный вариант когда у вас есть возможность выбрать тему вас интересующую и в ней развиваться но это идеальный вариант он не всегда бывает бывает так что приходится работать с тем с чем приходится и вполне в принципе нормально даже когда я такие случаи знаю я это не единичные случаи когда люди устраиваются ну хотят быть программисты именно хотят быть программистами хотят программировать хотят создавать что-то но 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 не не получит не то образование изначально к примеру нет опыта и устраиваются тестировщиками и параллельно в свободное время дома и или иногда там на работе потому что бывают такие случаи когда попадаются попадаются свободные минутки десяти минутки и так далее на работе которые люди могут тратить на просмотры youtube а в не ну конечно же если это мои ролики то конечно же смотрите но если же это другие ролики то это бесполезная трата времени но я шучу конечно но так вот и люди которые хотят развиваться они развиваются которые ждут манны небесны так и ждут но она не приходит так вот вполне нормально когда по тем или иным причинам все-таки человек устраивается тестировщиком но свою идею не не забрасывает из и подучивать программирования тем более это проще когда ты находишься где-то в компании ты видишь чем занимается ты общаешься с разработчиками ты ну ты в теме до плюс когда ты изучаешь программирование как бы ты качество тестирования вырастает потому что очень классные тестировщики которые или бывшие программисты или которые учатся хотят быть программисты очень классные потому что они еще знают помимо темы и тестирования которая тоже не не такая уж и простая как может показаться и кто-то может считать а тестировщик это чуть что-то такое не тестировщик тоже довольно интересная работа то есть каждому свою кому-то нравится что-то создавать кому-то нравится это тестировать находить косяки этих создателей поэтому хороший тестировщик он как и хороший программист на вес золота так сказать блин я короче этот выбрал с ним подраться но чё-то мне кажется не очень удачно потому что он меня бьет бьет а я а я а я чё-то ну вот да он упал попробую каям так вот если есть возможность конечно выбрать тему то болен вот это я тупанул то лучше лучше выбрать и развиваться если есть перспектива устроиться тестировщиком то почему бы и нет если вы будете и знаете что вы дальше будете развиваться в этом плане потому что как я говорил в случае не не единичный и люди работая тестировщиками становились неплохими дальше программистами то есть они дальше продвигались и все у них получалось блин мне такое ощущение что тут так заложено что я его так побитой не смогу а время то идет вот но это первое да дальше очень хорошо когда человек занимается тем что ему приносит удовольствие да и он занимается любимой для себя темой тогда такой человек вну в любой сфере работает качественнее и лучше чем тот как которому не нравится тот который идет на работу как на наказание вот соответственно но если тебе нравится тот чем ты занимаешься для тебя бы не проблема чего-то там и дома даже подучить и что-то почитать получить какие-то дополнительные знаниям поэтому очень хорошо когда наша там работа еще является немного хобби так попробую я еще раз последний раз побиться если нет то пойду выполнил какие-то другие квесты получу какой-то опыт прокачаюсь и возможно потом вернусь и вызву его опять на дуэль так так то есть нужно выбрать нужно определиться если есть возможность если нет возможности то все равно на работе в свободное время пытайтесь все таки заставлять себя это плохо нужно себя мотивировать мотивировать что-то учить дальше изучать сейчас просто направлений очень много в этом программирование на раньше я когда я там еще поступал в институт это было там чё там было си шарп по еще как такового не было он только разрабатывался был ассемблер паскаль си си плюс 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 ну в этом в основном как бы так сколько мне там до нового уровня блин недавно уровня не так уж и много попробую кс бегать еще раз в шейнде сенс и может быть там есть какие-то квесты еще ого а где а я уже тут так загон для браминов тут по моему блин уже темно надо в дал до утречка подремать так еще два часа вот поэтому поэтому желательно все-таки себя найти и не лениться время всегда можно найти а как его найти ну не так уж и сложно просто в принципе это лень нами руководствуется то есть надо убрать все лишнее к примеру вы можете проанализировать свои действия там за последний год сколько вы сериалов пересмотрели сколько во сколько игр пи переиграли вы получаете за помощь а как я помог то пофиг главное я какие-то блин а вот я то очки получил опыта но мне бы еще тысячу очков где-то бы взять чтобы чтобы прокачаться и все-таки подраться с этим прокачать наверное рукопашный бой ладно сейчас я выйду в пустошь может там чё-то чё-то я работаю над этим может их всех перебить хотя у них оружие а у меня только кувалда это чё у нас это то это убежище а это ладно я забыл чё это хоть бы писали ладно время можно найти а может гуль этих повалить убежище 15 не хотят и гу лишь были в некрополе а тут по моему ничего и и нету да давайте я сохранюсь наверное а тут сохраняться нельзя ладно поищем тут что-нибудь вот время нужно найти нужно выкинуть проанализировать что вы сделали за последние эм год и если вы после анализа увидите что вы особо ничего не сделали а а что что это за за мес или этот стрелял а он стрелял в яна и промазал ах ты гнида сейчас я сохраню все таки я сохраню вот сюда а если что убегу так время говорю можно найти то есть убираете все лишнее и у вас в принципе хватает время на изучение новых тем на образование а новые знания это всегда инвестиция в будущее вот и начинать ну первую очередь нужно выбрать интересную тему для себя как же учить тем очень много самое главное не распыляться на все и сразу и я хочу и веб там и и и графику и и и кучу всего это блин я на убили наверное ну ну не нужно на начальном этапе распыляться потому что очень много времени уходит на то что вы всего по чуть-чуть но так толком никаких знаний и и не получаете вы обо всем знаете но обо всем по чуть-чуть это плохо потому что специалист ценен когда он имеет не один год и не одну пятерку лет опыта потому что за все это время он сталкивается обычно с многими ситуациями о которых там и в книгах может быть и написан описаны все эти ситуации в книгах но нужно знать в каких книгах это все написано поэтому поэтому определитесь с направлением для начала изучения но одним из таких направлений в принципе наверное можно сказать это игры потому что вы визуально вы сразу это видите то есть это графика и вы видите результат своей работы плюс написать даже самую простую игру но законченной это не так уж и легко как может показаться потому что написать логику это одно но нужно чтобы игра была или ваша программа такой какой можно пользоваться это не просто там вывести что-то на экран и вы должны первую очередь у себя спросить удобно ли мне пользоваться пользовался бы я такой программы или нет потому что должен быть какой-то должно быть какое-то взаимодействие с пользователем должна должны быть какие-то обработки ошибок должно быть какое-то логирование должно быть много чего чтобы какая-то программа была хоть как-то закончена поэтому не нужно пытаться сразу брать себе сложные задачи которые в принципе вы не выполните с этим сталкивались многие начинающие так я на завалили начинающие программисты и кажется меня убьют опача и разрезали блин да шляться по пустоши тоже задача себе такая блин что же делать куда пойти поэтому не надо ставить себе ставьте себе простые задачи решая простые задачи вы научитесь постепенно решать сложные задачи ведь архитекторами тоже не рождаются архитекторами становятся и архитектор это обычно по-хорошему те люди которые много в своей жизни написали программу ну или там построили домов или там спроектировали автомобили потому что имеется огромный опыт и на основе этого опыта люди уже знают как решать или те или иные задачи и в их голове уже хранятся плюс-минус какие-то стандартные можно сказать подходы эти стандартные подходы иногда выливаются в то что создаются просто придумываются новые паттерны проектирование то есть это готовые какие-то решения поэтому поэтому не ставьте себе сразу невыполнимых задач если хотите в сторону игр то простенькую игру простеньких игр много это змейка тетрис саккабан тот же который я делал у себя на канале это морской бой это сапер но самое главное игра должна быть закончена и чем больше таких игр вы напишите тем тем больше конечно же вы получите опыта и опыта довольно таки хорошего потому что и разные игры включают в себя там разные области которые надо изучать это и алгоритмы это и графика это и взаимодействие с пользователем то есть тоже надо продумывать и элементы там интерфейса ну короче довольно интересная тема второе интересное это просто графика может быть это раньше когда-то когда я еще учился была популярная такая тема как демо-мейкинг то есть демо-мейкинг это такие программки их называли демками которые просто что-то рисуют где-то огонь где-то огонь горит и что-то сжигается где-то просто какие-то там плазмы где-то ветер ну то есть какие-то графические эффекты так а я помог этому фермеру вроде я уже не помню так где-то какие-то графические эффекты и решаете задачи вы набиваете руку более того там некоторые задачи довольно сложно решить там через одно место соответственно приходится улучшать свой код переписывать и все такое вот это то есть это одна это вторая можно сказать интересная тема на мой взгляд потому что кому-то интересно в принципе наверное делать какие-то расчеты самое главное чтобы вам было интересно и чтобы вы видели результат вот и и и можно и и и даже не можно а начинаете дальше вне зависимости от языка программирования вам нужно ну читать наверное книги непосредственно создатели или технологии или языка программирования потому что я думаю в любом для любого языка программирования есть какие-то ну люди которые прикладывают делают вклад большой вклад в развитие языка или технологии эти люди там которые ну я имею ввиду тех людей которые там многие делают свой вклад но не все там пишут книги либо ведут блоги так вот хорошо было бы найти да имена таких людей книг и и подчитывать их потому что обычно эти люди приложили немало сил и времени на изучение или на создание этих языков и технологий соответственно они могут давать очень и очень хорошие советы потому как правильно использовать данный язык либо данную технологию поэтому нужно читать не думайте что вы там самые умные и все сами во всем разберетесь и придумаете конечно же можно во всем разобраться но это может занимать приличный кусок времени ну отрезок времени не знаю как сказать поэтому поэтому это вторая рекомендация да то есть первое выбрать для себя что-то интересное то что вам действительно так что же с уровнем а с уровнем плохо и завалили моего товарища сейчас я его промародерю вот и те на сто крышек которые я тебе дружище давал но так как ты не справился со своими обязанностями то извини так получилось тебе эти крышки уже не надо и пистолет а мне пригодятся вот то есть найти людей может быть там блоги форумы которые как бы дают дельные советы которые действительно признаны потому что к примеру есть бестселлеры да то есть это те произведения которые действительно там ну не просто так они называются бестселлерами значит это выдающиеся авторы которые которые дают очень хорошие советы которых многие читают но самое главное всегда тоже думать потому что иногда можно попасть на псевдо таких вот специалистов которые какую то чушь несут в результате люди ведутся и и пишут так ну короче как пишут не очень красиво пишут не очень красиво пишут качество кода соответственно тоже не очень и в результате получается так что некоторые технологии из-за неправильного их использования либо из-за чрезмерной простоты превращаются просто в очень плохую технологию ну примером да там может быть этот я вас крипт это не строгая типизация и и все что вытекло из этого в результате там уже думают или уже надумали переходить к строгой типизации это не из-за того что сам язык такой это из-за того что очень много людей просто его неправильно использовали почему бы и нет порог входа легкий соответственно многие просто могут и не знать не хотеть изучать данные как же все устроено что лучше выбрать какой тип данных или контейнер и в результате получается так что какая разница в чем данные хранить массив это список да кстати изучение изучение да нужно разбираться что такое структуры данных то есть нужно читать не только язык но и и все что связано это алгоритмы это типы данных что такое типы данных какие они бывают я имею ввиду контейнеры а не типы потому что так сейчас давайте-ка я попробую это до сотни прокачать вот так вот чем не делать качать холодное не качать может легкое оружие легкое оружие это пистолеты винтовки тяжелое оружие что это миниганы гранатометы огнеметы блин красноречие может красноречие взлом может взлом боббу вот это дилемма Че же мне выбрать Безоружие Безоружие я чуть-чуть прокачал Легкое, легкое это винтовки и пистолеты Тяжелое оружие это классно Ладно, я буду качать Блин, ну я ж не корову покупаю Елки-палки Вот так вот буду идти и все Посмотрим, я давно играл И так, чтобы я качал когда-то Холодное оружие не было Почему бы нет Так вот, нужно Разбираться Что такое алгоритмизация Какие контейнеры данных бывают Какие типы, потому что Бывало такое, что Тот же джава-скриптовщик Спрашиваешь, к примеру А как заранее Зарезервировать место для массива А он говорит Блин, а зачем, ведь оно же там все Само делается, ну как это само Надо разбираться, почему само Надо понимать, из чего оно состоит И вот такие горе-программисты И потом пишут такой код Не, ну это Я не говорю, что это горе-программист Которого я спрашивал Но это просто еще неопытный Молодой специалист Вот, у него все еще впереди У него еще впереди Ну хорошо, когда впереди У него проблемы с производительностью Будут проблемы с тем, что все так плохо И медленно работает Потому что это вынудит его На собственном опыте Пройти все эти проблемы И понять, почему же его код Не очень Поэтому помимо просто изучения языка Или технологий Нужно, конечно же, еще рядом Изучать Устройство компьютерной памяти Как оно располагается в памяти Потому что это очень важно Но в этом плане язык Си или Си плюс-плюс Ну в данном случае даже ближе с Си Он дает понимать Ну он вынуждает понимать Как это все устроено В памяти И соответственно Вы понимаете Вы знаете В коде Те участки, где Ну вы в коде знаете Какие участки По производительности Могут Быть не очень Так сказать Так Я хочу Я не суммир Я буду биться Хорошо Но 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 Не, не но А продолжаем Да Так вот Просто изучать Языки Технологии Недостаточно Нужно еще изучать Параллельно Дополнительно Подтягивать Другие знания Ну Язык Си К примеру Хорош Ну Си плюс-плюс Это как надо множество Хорош тем Что очень много Алгоритмов В сети Можно Понаходить Либо в опенсорс Продуктах Либо просто Открытые алгоритмы И они в основном Написаны на языке Си В книгах По Алгоритмизации Тоже Тоже Так я сейчас Непосредственно Перед разговором Сохранюсь Тоже А в основном Алгоритмы Показаны Как бы На Си Подобном Каком-то языке Или на универсальном Алгоритмическом языке Так Сохраним Есть Дальше Че дальше Нужно уметь Ну как уметь Нужно учиться Искать информацию В мое время Когда я учился То Могу сказать Интернет был Паталоном Ну я шучу Конечно же Но Это надо было Ехать в компьютерный клуб Платить деньги И А это Будучи студентом Там Не так уж Много и денег У студентов Сейчас Не знаю Конечно Сейчас студенты Офигели Ездят на машинах Ходят с айфонами И че-то Им не хватает Че-то Они там Жалуются Когда я учился То Что Ты студент Еще инокородней Интернет где-то В клубах Это надо туда Ехать Платить деньги И за это время А Скорость Интернета Ну Не очень Не понял А Как это Не досягая Вы шо Ну Вот Скорость Как бы Не очень И соответственно Нужно было За это время Ограниченное Успеть Найти Нужную информацию Че Все А Где Танди А Вот Она Давай Выбираться Давай А потом Я их Приду И убью Сих Вот Из Это Время Нужно Было Найти Нужную Информацию И Эту Информацию Чтобы Вы Понимали Не Было Флешек Это Сейчас Флешка Блин Я Даже Не знаю Такие Объемы Это Дискеты Трех Дюймовые 1.44 Мегабайта Ты Эту Дискету Ты Эту Дискету Ни Одну С собой Брал Не Понял У меня Перегруз Да Ты С собой Брал Ни Одну Дискету Дискету Особенно Так Сейчас Я Гляну А где Броня Показана Класс Броня 16 А это О 18 4 30 75 Да Надену Ко я Вот Эту Броню Блин Это Классная Штука О О О Desert Eagle А это Патрончики А какие Патрончики Для этого Desert Надо А маг Вот Патроны Есть Только Мне Легкое Ружье Не Прокачено Эту Эту Броню Кому То Продать Так Сейчас Я Пройду Продам Так Вот И пока Ты Доедешь А это Трамвай Там Еще Что Небудь Там Где Там Магнитные Поля Где Это Что А За Это Уже Заплачены Деньги За Эту Информацию Которую Ты В течении Часа Полутора Там С той Скоростью Вот С той Скоростью Накачаешь А Еще Не Было Столько Сайтов Помню RSDN Точка Ру Ну Я Делал Свой Обзор В Своих Виде Там Полезных Ресурсов Так Вот RSDN Было Вообще Особо Не Раз Мало Было Ресурсов Это Сейчас Блин Можно Найти Наверное Ответы На Все Как Бы С одной Стороны Это И Хорошо С другой Стороны Это И Плохо Ну Как Плохо То Что Так Развит Интернет И И Ты Получается Зайдя Туда Можешь Сразу Угробить Кучу Времени На Непонятно Что Там Зайти На Ютуб Класс Один Ролик Потом Второй Третий Конечно Если Это Мои Ролики То Клац Эти Вот Ну Короче Заходишь И В результате Твое Время Уходит Уходит Время Проходит А это Не Игра В Которую Мы Можем Сохраниться И Получается День Прожить Зря Вот И Нам Как Это Была Была Посложнее Ты Приходил С Дискетой Разархивировал Это Все Хранил Писал На Диске Были Диски Сиди Диски Ты Не Оплатный Ну Блин Ребятки Ну Мне же Надо Ну Где То Денег Че Бомжи Такие Ну Что Это Крыш 40 А Я Вспомню Куда Мне Надо Ити Спасибо Я Вас Спас Спас Дочку Спас Этих Там А Вы Все Жлобитесь Ну Ну Нельзя Так Как Так Так Отстоишь Ты С Дробовиком Че Ты Сделаешь Бомжи Надо В этот Ити В Джанктаун Там 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 Был Много Магазина Во По Моему Джанктаун Некрополь Нет Так Вот И С Этой Дискета Это Были Целые Как Бы Ну Не То Что Проблемы Но Доставляла Вот А Были Диски На Эти Диски Писали Сделались Копии Потому Что Диски Тоже Могут Где Поцарапаться И Где То Еще Что Ну Короче Это Это Было Совсем Другая Атмосфера Не То Что Сейчас Зашел В интернет Все Что Что Надо Нашел Так Вот Нужно Нужно Выбирать Правильную Тему Нужно Подходить Правильно Не Ставить Себе Сложных Задач Нужно Читать Не Просто Изучать Язык Но Еще Читать Все Что Связано С Этим Языком Ну И Плюс Алгоритмизация И Основные Типы Контейнеры Данных Как Устроена Память Компьютера И Это Обязательно Нужно Знать Потому Что Зная Это Вы Будете Ну Постепенно Изучая Это Все Вы Будете Расти Как Специалист Ну И для Себя И для Компании Возможно Вы На себя Даже Будете Работать Или На Компании Без Разницы Но Как Специалист Вы Уже Будете По Выше Уровне Все Эти Знания Вам Позволят Улучшать Код Вы Будете Знать Потенциальные Проблемы И Вы Будете Принимать Решение Чем Жертвовать Скоростью Памятью Либо Для Этой Задачи Ни Ни Нельзя Пожертвовать Соответственно Нужно Увеличивать Планку Ну Там Оборудование На Котором Должен Работать Должна Работать Ваша Программа Потому Что Знания Никогда Еще Никому Не Вредили Чем Больше Вы Знаете Тем Вы Лучше Как Специалист Кроме Всего Прочего Знания Устройства Памяти Более Детальные Колыпания Вам Всегда Помогут Разобрать Какие-то Сложные Ошибки Или Ну Типа Почему Программа Может Падать Это Такое Понятие Как Дампы Памяти Есть Их Надо Разбирать А если Не знать Внутреннего Устройства Как Работает Ваш Язык Не знать Внутреннего Устройства Той же Памяти В общих Чертах То Эти Все вещи Разбирать Довольно Таки Сложно Можно Долго Ходить Вокруг Одного Того Того Но Так Не Понять В чем Все Таки Проблема Вот Поэтому Поэтому Читаем Первые Источники Авторов Ставимся Легкие Выполнимые Задачи А как Понять Что Задача Выполнима Никогда Не Начинайте Писать Если Вы Вообще Не Представляете Что Вы Хотите Получить На Выходе Так Оружие Надо Убрать Не Я тут Не Был Подождите Куда Я Ходил Там Был Целый Городок И Там Полицейский Участок Был Там Магазинчиков Куча Была Джанкт Таун Рэн Некрополь Хаб Братцы Ёлы Палы Я Куда То Шоу 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 Не 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 Некрополь Мне Не 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 Некрополь Джанкт Таун Это То Может Это Хаб Был Не 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 Хаб Может Братство Не 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 Братство Блин Вот это Да Где-то Аж Был Такой Городок Тем Более Я же Увидел Я же Тут Не Был Рейдеры Не Рейдеры Это Ба 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 Короче Схожу Сюда Блин Плохо Чуть Не Пишет Не Пишет Что За Место Убежище 15 Ну я Чтоб Был Так Так Это Жилые Помещения Это Центру Права Не Мне Сюда Не Надо Некрополь Блин В Некрополе Тоже Зал Не Некрополь Тоже Это Не То 13 Офигеть Вот Это Да Где-то Ж Было Место Такое Ладно Пойдем В Хаб Что Ли Реально Значу Которую Для себя Поставите Вы Должны Уже Понимать Хотя Бо Там Ну Я Не Знаю Процентов На 60 Как Оно Будет Выглядеть Как 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 Вы Будете Решать Примерно Лучше Всего Конечно Начинать Ну Хотя Что То На Бумажечке Набросать Какие То Наброски Из Чего Будет Состоять Ваша Программа Потому Что Бывает Начинающий Программист Так Вот Я Вопрос Ну Что Такое 3D Чем Ты Будешь Рисовать Модели Откуда Ты Будешь Брать А Как Они Будут Взаимодействовать Друг С Другом А Что Вообще Конечный Результат Какой Потому Что 3D Ну И Что 3D А Дальше На Некоторые На Многие Из Вопросов Начинающий Программист Ответить Не Может Соответственно Вот Такая Задача Она Не Выполнима На данном Этапе Более Того Даже Вопрос Ответы На Простые Вопросы Ну К примеру Ставишь Себе Легкую Задачу Написать Морской Бой Все А Теперь Должны Быть Такие Вопросы Морской Бой Как Он Будет Будет Ли Какая Графика Либо Это Будет В Консоли Либо Это Типа Какие Лучи Будут В космос Уходить Ну Не Знаю То есть На Морской Бой Можно Уже Задуматься О Некоторых Вопросах Типа А как Его Рисовать В чем Его Рисовать И тут Ты уже Начинаешь Думать Так Подожди Рисовать Действительно Ты уже Начинаешь Думать А чем Рисовать Ты уже Можешь Найти Так Буду Рисовать С помощью OpenGL Либо А если Не OpenGL То Как Нарисовать Тот же Квадратик То есть Вот Здесь Для Простого Программиста Для Начинающего Уже Появляется Ряд Вопросов На Которые Ему Надо Ответить И Более Менее Он Сходу Вот Даже На Такую Простую Задачу Сходу Он Может Не Ответить Но Он Примерно Может Видеть Как Решить Задачу Написать Полноценный Законченный Морской Бой С Загрузкой С С Сохранением Там С Возможностью Играть Вдвоем То есть Типа Разделенный Экран Так Зачем Ты Тащишь Эти Товары На Продажу Чем Ты Занимаешься А Какую Музыку Ты Играешь Что Тебе Известно Хаби Обмен Походу У него У него Ничего Нету Может Его Убить По идее Если Я его Убью То Я смогу Его Промародерить Пиво Ящики Так Я наверное Сохранюсь Так вот Поставьте себе Ну Для теста Да Простую Задачу Придумайте себе Что Вы Хотели Бы Написать Ну К примеру Какую-то Игру Или Еще Чем Нибудь Программу И И И Примерно Прикиньте Как вы Это будете Решать Вот Если Вы Сразу Сможете Себе Ответить На Все Вопросы То То есть Вы На 60 70 Будете Понимать Как Решать Не Не В плане Как Программирования А В целом Что Это Чем То Рисовать Если Звук То Как То Выводить Звук А Как Его Выводить А Знаете Львы Как Выводить Звук Если Вы Не Знаете Как Выводить Звук То Начните С того А Знаете Уже Примерно Как Рисовать Вы Что Рисовали Начните С того Что Просто Напишите Маленький Проектик В котором Вы Научитесь Работать Со Звуком Просто Проигрывать Какие Звуковые Файлы Потом И Постепенно Постепенно Улучшая Свою Программу Звуковые Файлы Потом Еще Что Сверху Чтобы Два Может Быть Асинхронно Звуковых Файла Ну И Соответственно Вы Уже Этот Проектик Есть У Маленький Он Должен Лежать Отдельно Где Должно Лежать Как С Графикой Простые Примеры Ну То 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 На этапе Обучения А дальше Постепенно Вы В это Втягиваетесь И Вы Уже Более Менее Представляете Как Вы Будете Писать Создавать Свою Игру Либо Программу А Просто Так Задаться Вот Я 3D И Сразу Начните Задавать Вопросы Как Вы Это Будете Делать Что В Этой 3D Игры То Что В Результате Должно Получиться Когда Вы Четко Понимаете Что Должно В конце Получиться Тогда Вы Начинаете Вы Пробуйте Подходить Типа Как Проектирование Пробовать Спроектировать Уже Уже Думать Со стороны Как Ну Программиста Какие Модули Как Вы Будете Если Что Рисовать То Как Если Качать Данные По сети То Каким Образом Такой Вопрос Да Хорошо Я буду Качать Данные По сети Хорошо А когда То Я качал Когда То Я этим Занимался Нет Ёлки Палки Значит Вот Создавайте Маленький Проектик И Пробуйте Что То Скачать По сети По По Какой То Готовой Ссылке На Дропбоксе Или на Google Там Плей Не знаю Создайте И Пробуйте То Когда Когда Вы Начнете Задавать Такие Вопросы У вас Сразу Будут Моменты Ну Когда Вы Отцами Себе Даже Ответить Не Сможете И Вот На То Что Вы Не Сможете Ответить Пытаетесь Ну Эти Непонятности Так Сказать Решить Скачать По сети Раз Это Один Проектик Проиграть Звуковой Файл Два Это Второй Проектик Нарисовать Кружочек Три Это Третий Проектик И так Далее Постепенно Вы Что Учите Ну Что Учите Да Так Я Хочу Кое Что Купить И Разбираетесь Постепенно С технологиями А дальше Вас Рано Или Поздно Да Уже В голове Примерно Появляется Формируется Понимание Что Вы Хотите В результате Получить Как Это Сделать Вот Поэтому Поэтому Одна Из Ошибок Это Люди Ставят Себе Задачи Которые В принципе На Текущем Этапе Выполнить Не Смогут Так Топливо Для Огнемета Антир 1 Веревку Веревку В принципе Может Пригодиться Во всякие Там Колодцы Залазить О 1250 Так Это Что У нас Супер Симулятор По моему Крутая Штука О Книга Скаута Книга Первой Помощи Вот Это Я Все Куплю Потому Что Сенсор Движения Щечек Гей Блин Мне Вот Это Тоже Все Надо А Сколько Будет Ого 7000 Ё-моё Вот Это Я Наверное Уберу И Вот Это Уберу Да Продавать Там Мне Особо Нечего Ну Двустволку Сейчас Напарю Я Наверное Это Энергетическое Оружие Продам Нафиг Мне Надо С собой Тягать Его О 5400 Нормально Лом Одну Дубинку В Парю Это Мне Тоже Не Надо 6500 Так Дружище Тогда Ты Мне Торчишь Торчишь Еще 500 Все Не Не Все Ёлки Палки Блин А как Тут Вводить А Не Вот Можно 600 Я Ввел Да Но Мне Не 600 Мне Надо Сколько Еще 109 Да Давай 109 Чтоб Все Было Копеечка В Копеечку Во Предложить Хорошо Неплохая Сделка Конечно Неплохая Энерго Ружие Продал Хотя Штука Классная Так Ладно Давайте Я Поперечитываю Эти Книжки Они Повысят Мои Знания Так Вот Что Мы Узнали Да Ставьте Себе Задачи Которые Вы Выполните А Чтобы Понять Сможете Ли Вы Выполнить Задачи Поставьте Себе Ряд Вопросов Как Вы Это Будете Делать С помощью Чего И Что Будет В Конце Так Смотрим У меня Что Опять Все Перегруз А Почему У меня Перегруз Что Такое Камни Ножи Походу Эти все Патроны Надо От них Избавиться Один Фунт А Что Больше Всего Это Наверное Фунтов Пять Что То Такое Тяжелое У меня Есть Вот Это Пять Фунтов Б Б Б Сколько Это Двенадцать Фунтов Может Деста Пять Фунтов Два Блин Что То У меня Тут Лом А Что Круче Лом Или Дубинка Нет Дубинку Нафиг У Лома Монтировки Три Восемнадцать Урон Четыре Семнадцать Что Такое ДБ Че Такое ДБ Б Б Б Б Б Б Не знаю Надо Надо Что То Продавать Потому Что Потому Что Перегруз И Даже Грабить Корована Я Не Могу Давай Ка Я С Тобой Еще Я Хочу Кое Что Продать Давай Ка Я Продам Эту Дубинку Этот Лом Десерт Игл Пусть Останется В коллекции Это Че Такое 0.44 Магнум И Вот А Это П Об Че За П Об Ему По Моему Все Равно Какие Патроны Блин Что Мне Продать Динамида Гранаты Гранаты Мне Наверное Не Надо Тем Более Они Вроде Не Так Это Че Это Вот Это Точно Мне Не Надо Это Пистолет Пулемет Тут Б Ко Мне Нафиг Они Не Не Хотя Парочку Оставлю Вдруг Пригодятся Ну Там Типа В Окошечко Кого Бросить Мол Там Вася Выходи Я Пришел Там Или Там А Вася Выйди Там Или Сережа Так Так 1400 Да Только Тогда Надо Что Убрать Отсюда Гранату Наверное Одну Уберу 1300 Две Уберу Это Потом Продам Потому Что Это Тоже Такой Чуть Чуть Нищеброд Патрончики Можи Вот Эти 997 Ну Давай Уберем Сколько 4 6 Вот Вот Так Предложить Так То есть Ставьте себе Задачу Которую Вы сможете Выполнить Вот Самое Главное И дальше Постепенно Их Решайте А решать Их Постепенно Нужно Именно Постепенно Не Спешить И не Распыляться Шаг За шагом То есть Задачу Разбить На подзадачи И их Решать И Дальше Вот Самое Главное Не спешить Потому что Когда Человек Распыляется Распыляется И на то И на одно И на второе И на десятое И на двадцатое Он Тратит Очень много Времени Непонятно На что Но в результате Он Так Никаких знаний И не получает Потому что Все время Уходит На Так Пятьсот На попытке Решить Посидеть Одним Местом Сразу На двух Стульях Вот 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 Может Попозже Готово Поэтому Не пытайтесь Сидеть Одним Местом На двух Стульях Так Ну Наверное Все Я даже Не знаю Я Подозреваю Что Я мог Повторяться И Даже Я не знаю Насколько Это было Нудно Потому что Типа Играешь Тут И Что Ты говоришь Говоришь Уже Ема Я уже Почти Час Прошел О чем Можно Было Говорить Что Тут Какие Тут Советы Тут Просто Берите И Учите О Книжен Книжечки Книжечки Так Пушки И Пули Ты Че Слышишь Барыга Че За Цены Нет Это Реально Учебник Первая Научная Книга Ну Это Барыжничество Электроника Не Ребята Это Так Нельзя А Сколько У меня Крышек У меня 2000 Ну Реально Барыга Так Такие Цены Блин Мне Надо Все Сколько Это 666 Прикольно Научная Книга Электронику Мне Тоже Надо 883 Гранаты Патрончики Блин Вот Эта Книга Скаута Тоже Надо Бы Да Мне Все Надо Бы Ладно Я Понял Под Заработ Под Заработаю Надо Грабить Короче Караваны Так 716 Готово Предложить Ну Я Понял Можно Было Бы Конечно Их Всех Убить Но Я Правда Не Уверен Были Были У нее Книги В Инвентаре Ну После Убийцев По идее Должны Были Быть Но Сейчас Я Убить Всех Не Могу Да И В принципе Не Вроде Нормальные Люди Это Вот Тех Беспредельщиков Надо Убить Вот Эту Банду Ханов Потому Что Они Все Так Людей Убивали Так Книга Это Научная Книга Давайте Посмотрим На Сколько Увеличится Где Тут Наука Наука У меня Сейчас 55 Читаю И Наука 59 Че То Не Густо Не Ну Хоть Что То Конечно Так 59 А Что Электроника Где То Я Тут Должен Был Тоже Подкачаться Фихил Знает Так Ладно Я думаю Тогда На Сегодня Все Блин А Я Даже Не Знаю Что Я Сказал А Что Не Сказал А Что Не Сказал Ладно На Сегодня Все В Следующем Видео Тоже Чем То Поговорим Так Я Сохранил Или Нет Сохраняю Да Думаю Да Поговорим Возможно Не Столько О Том Как Изучать Подходить К Изучению А Может Быть Об Этами Поговорим Короче Я Не Знаю Следующее Видео Будет В Следующем Видео И Узнаем Поэтому Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Ставим Лайки Комментируем Ну И Все Такое Всем Пока